Вот поспали, пора и просыпаться. Согревать мир своим теплом. Чтобы день горячей принцессы начался удачно, слуга приносит ей завтрак прямо в постель. Ваш утренний смузи. Но принцессе сейчас не до него. Она должна срочно зевнуть. Сейчас здесь будет жарко. Чем бы прикрыться? Щит на стене в самый раз. Как сладко зевнулась. Так сладко, что если бы не щит, от служанки остались бы одни угольки. Упс, извини. Ммм, какой вкусный огненный смузи. Какое удовольствие. Просыпаться и вдыхать свежий морозный воздух. Ледяная принцесса готова радовать мир красотой. Вот только позавтракает. Служанка, как всегда, вовремя. Завтрак выглядит очень аппетитно. Но для начала надо зевнуть. Вот теперь самое время подкрепиться. А то, что слуга замерзла, обычное дело. Постоит и отогреется впервые, что ли. Быть принцессой очень ответственно. Всегда надо выглядеть идеально. Хочется как-то обновить стиль. Может, локоны? Мастер с радостью исполнит любую прихоть принцессы. Она начинает накручивать первую прядь. Ой, что будет? Ой, мамочки. Похоже, довести прическу до ума не получится. Принцесса Элис слишком горяча. Только посмотри, какие ожоги получила мастер. Незадача. Ну да ладно. Сама попробую. Локоны-то все равно хочется. Ей даже плойка не нужна. Миссис Хот накручивает прядки прямо на палец. Хм. А так даже лучше. Да я могу работать мастером. Кому горячую укладку? Холодная принцесса обожает вертеться у зеркала. Даже курсы визажа окончила. Вот только на практике все оказалось не так просто. Да почему же ничего не получается? Ни одно средство не хочет нормально ложиться на ее благородную кожу. Просто они не работают на низких температурах. Совет профи тут точно не помешает. Попробуйте лед. Звучит странно, но почему бы не попробовать? Макияж-то хочется? Вау, какая красота. Лайфхак со льдом работает. Да я просто... Мисс Айсберг 2021. Макияж в холодных оттенках. Что может быть красивее? В жизни принцесс тоже есть место учебе. Правда, горячей принцессе это не очень нравится. С тестами у Элис сложные отношения. Ее горячая голова плохо усваивает знания. Ну что там? Мисс Мелисса такая настырная. Сдавайте работу, время вышло. Пристала как пьявка. Злюка проверяет ответы. Интересно, Элис получит долгожданный зачет, но оценка учителя говорит об обратном. Это провал. Жду на передачу. Принцессу? На передачу? Да вы с ума сошли? Вот еще чего. Вот что я думаю о вашем предмете. Нет оценки, нет проблем. Да уж. Наверное, не стоит больше злить горячую. Холодная принцесса тоже не питает большой любви к учебе. Но сдавать тест все равно придется. А вот и ваше задание. Если бы можно было списать... Стоп, а в чем проблема? Можно же заморозить учителя. Доза мороза небольшая, вреда не нанесет, зато даст возможность списать. Раз, два и готово. Здорово все-таки обладать суперсилой. Вот, проверяйте. Эй, Мисс Лана. Упс, похоже, план не идеален. Теперь придется ждать, пока учительница немного оттает. И кажется, это будет не скоро. Как скучно-то. Уф, даже вечная мерзлота и та растает быстрее. Ну не может принцесса до старости сидеть в классе, уж простите. Мисс Лана приходит в себя. А где все? Откуда взялся иней? И почему листок весь мокрый? Что здесь вообще происходит? Самое время как следует подкрепиться. Ну где же он, мой самый вкусный обед? Горячая принцесса проголодалась не на шутку. Наконец-то выносит курочку. Ничего аппетитнее не видела. Приятного аппетита, принцесса. Но есть одна проблема. В горячих руках Элис мясо охватывает пламя. Сгоревшая курица? Мы сейчас все исправим. Официант сразу понял, этого клиента залить не надо. Сладкий комплимент от заведения. Пирожное точно задобрит голодную гостью. Но и оно не может устоять перед ее жарким дыханием. Дайте мне еще один шанс. Есть идея. Какой заботливый официант. Какое блюдо от огня становится только вкуснее. Конечно, маршмеллоу. Ммм, объеденье. Обязательно оставлю хороший отзыв о вашем заведении. Барбара тоже зверски проголодалась. А вот и ее заказ. Порция полезных овощей. Ммм, как пахнет. Принцесса уже представляет их свежий вкус. О нет, от одного взгляда блюдо заледенело. Это не овощи, а ледниковый период. Заберите, я это есть не буду. Голодная принцесса? Злая принцесса. Хорошо тогда, может быть, фрукты. Увы, их постигает та же ледяная участь. Фруктовый лед? Это уже никуда не годится. Да, чудеса, да и только. Принцесса не принцесса, если не знает правил столового этикета. А этот комплект приборов у нас для рыбы. И откуда эта строгая мадам все знает? Попробуй теперь сама. Но у принцессы все правила в голове перепутались. Да неправильно же. Ты вообще меня слушала? И как запомнить все эти нормы? Принцесса начинает нервничать. И, упс, расплавить столовые приборы голыми руками? Пожалуй, пора заканчивать урок. Знаешь, можешь есть как хочешь. От таких учениц лучше держаться подальше. Бал совсем скоро. И холодная принцесса решила поупражняться в хореографии. Добро пожаловать в мир грации, плее и реверансов. Но времена поменялись, и танцы стали современными. Нет-нет, эти движения из прошлого века. Да кем он себя возомнил? В тренде хип-хоп стайл. Вот, смотри, как надо. Йоу! И это для бала? А как же плавный классический танец? Увы, он давно не в моде. И это сильно злит принцессу. Ах, не в моде? Тогда получай. Танцпол превращается в каток. И хип-хоп-дэнсеру приходится скользко. Зато принцесса плывет, как лебедь. Запомни, грация в моде всегда. Иногда так важно уделить время себе и просто поваляться перед экраном. Ну, какая же интересная передача. Ну, просто глаз мне отвести. И все же, что за комедия идет по ТВ? Ничего особенного, просто костер. А на него же можно смотреть вечно. Вкусняшек мне. Особенно с кукурузкой. Ой, ну как же это смешно. Сюжет накаляется, и зерна начинают взрываться. Попкорн с пылу жару готов. Ммм, вкуснятина. Идеальный вечер. Холодное предпочитает драмы. Нет ничего странного в том, чтобы поплакать по поводу утающих ледников. Остросоциальная тема – самое сердечко. Без стакана чего-то успокаивающего и не посмотришь. О, молоко? Спасибо. Стоп, оно что замерзло? И что мне с этим делать? Возможно, стоит вооружиться ложкой. Если молоко замерзает, сделай из него мороженое. Отличный лайфхак, правда? Самое важное мероприятие в жизни каждой принцессы – бам. На светских мероприятиях всегда собирается куча красавчиков. Мой? Нет, мой. Обе принцессы настроены решительно. Но красавчик выбирает холодную. Несправедливость. Горячая такой обиды терпеть не будет. Она колдует, и платье холодной тает. Какой позор. Принцесса убегает, а соперница занимает ее место. Согреть принца. Наглости Элис не занимать. Что ж, это война. И холодная наносит ответный удар. Снежком. Прямо в цель. Ох, это было больно. Оу, ты себя видела в зеркало? Что с твоим макияжем? Похоже, принц не намерен участвовать в этой гонке. К тому же, долго находиться на стыке температур может быть опасно для здоровья. Увы, соперницы остались ни с чем. Их принц вовсю зажигает с другими. Ну что, мир? Мир. Ауч. Обойдемся без рукопожатий. Понравилась наша контрастная история? Какая принцесса показалась тебе более привлекательной? Горячая Элис или холодная Барбара? Напиши об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик. Не пропусти новые скетчи про принцесс на канале Трум Трум Селект.